Этот год для сельхозработников стал сложным и убыточным. Урожай, который землепашцы планировали получить, не оправдал надежды. Что стало этому причиной? Какие убытки понесли аграрии в Хабецком районе? Узнавала Альбина Ламкова. Труд сельхозработника тяжелый. Более того, эту сложную работу нужно успеть сделать в срок. Вспахать землю, найти, посеять хорошие семена и удобрять их. Все это дает хороший урожай. Если не помешают погодные условия, как это и произошло в этом году. Засуха и два раза прошедший в Хабецком районе град, который повредил поверхность растений, стал основной причиной снижения урожая. Хотя в начале посевной кампании все было сделано по плану и в сроке. Мы отсеялись нормально все. Где чуть-чуть влага есть, всходы взошли. А в остальном они пролежали почти до этих дождей. Мы очень ожидали хороших урожаев, но зерновые мы убрали. Обычно получали 40-50 сантиметров, уже научились выращивать хорошие урожаи. А в этом году по 15-20 сантиметров получили. Борис Пхешков отметил, что в начале посевной кампании это поле было засеяно кукурузой. Но так как из-за погодных условий она не дала всходов, пришлось посеять другую культуру – подсолнух. Они тоже пролежали, и вот после этих дождей всходы появились. Но ждать хорошего урожая от этого тоже не стоит, потому что вот сами видите. Мы сейчас используем импортные семена все, хорошие гербициды, все есть. Можно получить, конечно, хорошее урожае. Мы и научились выращивать, но мы очень зависимы от погодных условий. Аграрии Хабетского района водилывают более 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Из них засеяно кукурузой более 14 тысяч гектаров, картофеля более 300, а подсолнечника – 1600. Остальная площадь посев занята другими культурами. По причине засухи и града из перечисленных цифр почти весь урожай погиб. В целом в районе нанесен ущерб свыше 300 миллионов рублей. Сельхозработники в убытке. Они не знают, как им быть и чем покрывать свои долги. Фермеры, которые там мало возделывают, у них шансов особых нет для дальнейшей работы. Они сами это говорят. Многие говорят, что закроется. А более крупные фермеры, они смогут еще как-то поработать. У них надежные партнеры имеются, где берут семена, удобрения. Они уже друг друга хорошо сдавят, долг могут взять. Помимо уже понесенных убытков, аграрии все же обязаны убрать подсолнух, при том, что он не дал ожидаемые плоды. Это опять затраты, а средств нет. Невосполнимые потери, которые понесли сельхозработники, могут покрыть страховки, но их нет. Ее невозможно сделать, так как она дорого обходится. На аграриях в начале посевной кампании и так возложено много затрат, связанных с покупкой семян и ГСМ. Многие из них рискуют и берут долг, надеясь отдать его с будущего урожая. После всех этих мероприятий средств просто не остается на страховку. И поэтому большие надежды возлагают на помощь со стороны государства, говорит Аслан Мамхягов. Альбина Ламкова, Марина Кушпова, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия, Хабистский район.